Вас требуемо на сегодняшний день, я думаю, властейзмами. Я бы хотела предоставить слово для выступления, я хочу что-то зачитаю, доктору физико-математических наук, ведущему научному сотруднику Института преподной математики, преподной математических исследований Карельского научного центра Кирилл Александр Николаевич. Как лучше, без микрофона или с микрофоном? У нас небольшая перестановка. Добрый день, моя трудовая деятельность сложилась следующим образом, хотя основное место работы в данный момент это, как уже было сказано, Карельский научный центр, но большая часть моей жизни, мой 40-летний трудовой стаж связан с преподаванием в вузах Ленинграда, и не так давно, но даже скорее, при этом я постоянно имел дело со школьниками, то есть преподавал также и в школах. Преподавал не как учитель, а преподавал как человек, который идет дополнительные занятия. Это, скажем, там 90-е годы, учителям некоторых школ приглашали преподавателей в вузах для того, что будут проводить эти дополнительные занятия с целью преподавателей в вузов, они лучше понимают, поскольку ведут занятия в вузах, какие разделы математики наиболее будут востребованы, какие акценты надо сделать в изучении элементарной математики. То есть это не было на таске на наступительный экзамен, когда еще не было единого госэкзамена, а именно построение такого мостика между школьной математикой и вузовской математикой. Ну вот и мне тоже повезло, я считаю, что это повезло, потому что я знал, так сказать, уже из первых рук, с ним я буду иметь дело, а потом в вузе. Со школей, когда я делаю, я еще и сам учаюсь в Ленинградском университете в аспирантуре, я был деканом малого факультета, когда эта работа была очень активно, развивалась не только в Ленинградском университете, но и в дальнейшем так же. Поэтому у меня накопилось довольно много соображений, но сегодня в силу ограничений, я только пересмертываю не из них, по поводу, так сказать, связи в школьной и вузовской математике. Сразу хочу, кстати, оговориться, что мой доклад называется... А как он называется? Велиментарная математика, школьная математика с точки зрения возраста, это перефразировка, а это не мне принадлежит, вот, так сказать, такая форма названия. Я, в качестве настольной книги, вот, на этих моих любимых книг, это двухтомник, приведенный на русский язык с немецкого, Феликса Клейна, известнейший немецкий математик, который, ну, первый план жизни занимался исследованием, а потом переутомился и вот стал заниматься, значит, вопросами, связанными с историей математики и так далее. И вот он написал трех топик, два из них переведены, которые называются «Элементарная математика с точки зрения высшей». Если кто-то ей вот эту книжку не знает, я настоятельно рекомендую вот, в нее погружаться постоянно, вот. Ну, естественно, книжка не заменяет, вот, я сейчас хочу, так сказать, продолжить то, что говорила Елена Васильевна вот только что, еще она начала, кадровая, так сказать, политика, кадры решают все, книжка не заменяет человека, который будет вас учить математикой. Здесь мне тоже повезло, первый человек, который учил для математики в школе, школа у меня была не математическая, амнистская школа, это был мой одноклассник, как ни странно. Я даже не могу сказать, что это был учитель. В классе в третьем, где-нибудь там, ну, это 70-е годы, наверное, даже конец 60-х, какого-то, да, вот. Значит, он мне показал, как решается уравнение, линейный, будет ставьте себе х-1 делить на 2 равно 2х на плюс 3. Для меня это было, мы этого еще не проходили в начале школы, это было, я увлекался физикой, вот уже с 89 лет, там, читал книжки по физике, хотел быть физикой, мне надо было, чтобы все было наглядно, чтобы я мог руками почувствовать, опыты и прочее. А вот-вот, такое уравнение. Думаю, как же так, спрашиваю своего одноклассника вместе сидеть, вот, постоянно. 2х равно 3, я умею решать уравнение, мне это понятно, на что умножить, значит, 2, что-то получилось, что, кстати, 3, все вот понятно, я могу это нарисовать, я могу это представить. А вот такое уравнение, 3х там и там, значит, и он, да, вообще, ну, сложно, обереносить из одной части в другую, там, домножать и так далее. Но вот за этими формальными преобразованиями я ничего не видел, и поэтому мне это вот как-то вот для меня тупо доходило. Вот, ну, когда уже, конечно, я руку набил, руку набил, но не понимал, судя все равно. Вот это сохранилось, кстати, у меня и до сих пор. То есть, я только тогда хорошо могу понять математику, когда я ее чувствую, когда я за этой математикой формальной вижу что-то. Я могу какие-то геометрические или физические образы представить, что за этим кроется. Так что, вот уж не знаю, недостаточно ли это или что, но вот там вот до сих пор у меня этого сохраняется. Следующим человеком, который повлиял, вот, опять-таки, продолжаю, мы селены в вас сильно, что как решается, это была наша ученица. Математики, я называю ее всегда в своих аудиториях, в которых есть возможность, это Елена, выясните, Евгения, Леонидовна Колбыкова, заслуженная учительница Российской Федерации, в том числе годы еще советские, кавалер ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамя, то есть учительница, которую в городе знали Син. В домах она пришла, там, восьмой класс в нашу школу, в возрасте, наверное, у нее 68-69, уже, она выглядела плохо, она, вот, больные ноги, еле ходила, прыхлая такая женщина, и казалась бы вот что. До этого математики мы все не любили, я ее страшно не любил до восьмого класса, хотя пятерку умил свою, конечно, но не нравится все это, не видела. И вот, вот, вот эта учительница, мы думаем, вот, бабулька Киша какая-то, вот, вот, и через некоторое время, даже буквально первый урок, мы все были просто вот под каким-то, как бы, репнозом, ее глаза излучали нечто такое, что на всех, она так подействовала, и на твой, что, так далее, что сесть через спаду, там не было проблем с разговорами и так далее. И вот она три года у нас была, она тут же создала математическое общество, А плюс Б по модулю, понятно, по АСА и Б, поэтому модуль никогда не бывает 30, мы тут же стали участвовать буквально через полгода в олимпиадах, когда до этого, ну, английская школа, какие там олимпиады математики, районные, так сказать, проходили районные, городские туры, не городские. Это не значит, что наши двоечники сразу превратились там в отличников или там в расистов, нет, они тогда остались, в принципе, двоечниками, не двоечниками, но они любили этот урок, они на него ходили без боязни, а с удовольствием. В дальнейшем, вот, когда я уже в школе работал, только как-то раз, ну, преподаватель в школе, равно есть чтобы интересоваться, как это так, что там, они же ничего не умеют, преподаватель вузы делать, методик не знают, и так далее, и так далее, ну, вот, что, комиссия там, задние столы заняли, я провожу урок, квадратное уравнение с параметрами, такая цена, правда, до сих пор я это помню, вот, я делал одно уравнение, это, наверное, мой стиль, что меньше, но лучше, до сих пор это у меня сохранилось, и это уравнение начинает, мы там скажем, там, х квадрат равно а, с параметром, ну, понятно, как их а там есть решение, одно там и так далее, из этого костненького уравнения начинается такое дерево расти, то есть, вот, чуть-чуть там добавить, что-нибудь убавить, общаться, что извиниться, общаться, разные методики, то есть, формально говоря, я решал одно уравнение, цельный урок, разбор полетов, вот, ну, меня попросило, субъекомиссия директора школы попросила пообщаться, вот, вы так все, конечно, хорошо, вы разрешаете там инструкции наши, вы злок там должны решить, там, я не помню, сколько там, пример, я могу шпать, там 10 лет получим, а вы решаете там 1, 2, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, и так далее, я на это говорю, вы знаете, вот так меня учила Евгения Леонидовна Толнукова, все, тишина в комиссии, все, и сказать уже больше ничего, вот это второе идет за женщину, благодаря ее, я вас как раз и физикам, благодаря Евгении Леонидовне Толнукова, И второй человек, все-таки я считаю, что вот я сейчас немножко отрекся от темы, но надо про людей говорить, люди все-таки все делают. Это был мой научный проект в журналистике Ленинградского, Владимир Иванович Слулов, член-принспонента, как именно в СССР, когда еще был рядом, в государственной премии и прочее, он занимался очень много применением математики, в оборонной технологиях различных и так далее, там, скажем, систему управления пилатами и ракетами он создавал, математические аппараты и прочее, прочее. Сейчас уже можно об этом говорить. Этот человек слепой, 14 лет потерял зрение, Владимир Иванович Слулов, собралось какое-то устройство, он в тролли кашерах после войны, там, что-то нашли мальчишек, и вот он сверху. Я не буду его как раз сейчас рассказывать, это многое участие человек, и вот как учительница по математике такого, от него что-то такое исходило, верила, вроде такой ученый и так далее, его не боялись. Получаешь там нехорошую оценку, вот у него, и ты с радостью уходишь. Вот такое было ощущение. Я одним из своих тоже больших достижений вот педагогические считаю, что там студентку вот несколько лет назад, особенно одна девочка у меня получила уже в нашем университете, образовалась двойку, сказала спасибо большое, так было здорово. Потом, правда, я сдала там на тройку, понимаете, потому что я не смог из них сделать это учительство. Вот мне кажется, это самое главное, чтобы нет было отвращения к этому предмету нашему, понимаете? Вот, так что вот. Значит, Владимир Иванович умел объяснять на пальцах очень многие, если сказать, неслово сложные математические теории, вот это вот, так сказать, одно и одно и одно и одно участие. Вот по поводу, так сказать, на пальцах. Буду сейчас уже переходить к таким математическим вещам. Какова степень, вот что доказывать по математике, а что не надо доказывать? Какова степень наглядности? У Бузумана степень наглядности была великолепной, т.е. он там все это объяснит, как говорится, на руках, а ты уже все понимаешь. Ну, с другой стороны, так сказать, у нас все-таки массовое учение математики, школа массовая, мы не можем, так сказать, сейчас говорить только про, так сказать, трудновидящийся элемент. Вот я сейчас некоторые примеры приведу, тут у меня бумажка есть. Пример первый. Так, я беру эту штучку, это свой телефон, для того, чтобы время дать контролирую. Ну, привет, все. Помочь, может быть, нет? Ну, вам посидать. Посидать, хорошо, я могу говорить долго? Так, сейчас. Итак, что меня поражало вот в школьной программе? Ну, некоторые мои, как Павловский, вот сейчас я по словам не стараю. Это сумма прогрессии геометической, единица, плюс одна, вторая, плюс одна, четверг и так далее. Сумма бесконечного числа с лагами, так условно, давайте скажем. Да, в школе меня поучили, что это такое, формула там соответствующая, вот вы все прекрасные, это знаете. Я вообще буду говорить сегодня, когда я еще так проясняю. Вот, то есть эта сумма равна 2. И вот, как я уже говорил, пока я не могу это пощупать, я это, ну да, формально, там, где вот пределы, там, что-то прочее, все это понятно. Но, ну, ну, я не такой человек. Мне надо это пощупать. Так же вот это можно пощупать. Берем отрезок. Длины 2. Собственно, вот эта сумма равна 2. И начинаем вот отрезки показывать, как мы свадываем. Единичная, потом еще половинка берется, добавляется четверть, точнее, одна, вторая, да, ну и так далее, и так далее, и так далее. То, что называется вот этим, опори и зерона, это то, что на херес там никогда не догонишь и не палка, тут все вот из этого уровня, как говорится. Ну, теперь для меня пока не ясно, что за этим творится. Я бы своим студентам тоже, когда тема ряды из математической анализы, это ряд, называется формальным таким звуком. Ну, вот так можно, так сказать, и показать. Дальше, следующий ряд, еще один пример. А как показать, что вот такой ряд, то, что называется гармоничным рядом, расходится, сумма будет бесконечности, как формально говоря. Как мне надо себе представить? Ну, тут я просто приведу пример, к сожалению, тем преподавателем, профессором Акнетос, который, у него же старшее поколение передал эту легендарную историю, как он, этот человек, объяснял разницу между этой суммой и этой. Вроде бы, и тут маленькие числа, и там маленькие числа складываются, а почему же такая большая разница, тут всего лишь двойка, а там бесконечность. Не то, что там не пища миллиона, а бесконечность, хотя складывается-то маленькие чисто все равно. Итак, вот такое наглядное объяснение. Представьте себе Финский залив, ну, в Ленинградском университете, поэтому Финский залив, он этот человек. Вы берете чайную ложку и начинаете его вычерпывать. Левый способ вычерпывания, сначала полная чайная ложка, потом половинка, четвертинка и так далее. Вы будете вычерпывать всю жизнь, ваши потомки, потомки потомков и так далее, и за все бесконечное время вы вычерпываете только две ложки. Теперь то же самое, чайная ложка, второй способ, пол чайной ложки и так далее, и вычерпываете весь Финский залив, весь Ленинградский океан. Я так давно, вот, математический кружок, выйду к этой задаче. Давайте мы прикинем объем чайной ложки, объем Финского залива примерно, посчитаем, площадь есть, там среднюю глубину возьмем и так далее. И время, скажем, одна секунда на чайную ложку. Посчитайте время, которое потребуется, чтобы этот Финский залив вычерпали. Ответ пока не получим, ребята, я говорю. Вот. Итак, это о наглядности представления. Далее. Так. Скажите, чем-то можно? Формула А плюс В в квадрате. Спасибо. Формула А плюс В в квадрате, то, что называется Беномом Ньютоном. Недавно один политик в интервью сказал, что это словно так же, как Беном Ньютона. Причем, как с умным видом, никогда не с такой крупной. Вот. Что вы ответите? Это же Беном Ньютоном не стоит. Всем известна эта формула. Ну, опять, формально это, конечно, понятное. Недавно. У меня, конечно, Санкт-Петербург уже пошутил. Вот. Я хочу больше сказать, что Жан-Жан-Руссо, известный французский философ, вот он, наверное, вот у меня, и, наверное, у меня много таких людей есть, ну, пока не пощупает, почему это будет равно А в квадрате. Извините, я напишу. А плюс В в квадрате. Вот. Так же это вот пишут. Ну, естественно, это устроил... Руссо сам пишет в своих воспоминаниях. Я буду несоветен именно выставить Жан-Жан-Руссо, читать. Значит, ну, тут уже все понятно, что вот у вас берется квадрат со стороной А плюс В, там, скажем, это А – это А, это В, это В, и так далее. Это В квадрат, это АВ, это АВ. Вот эта формула практически как разная. И он пишет в Руссо, что пока я вот этого не видел, я не чувствовал. Хотя, по-моему, я, конечно, все не понимал. Итак, вот формальное доказательство и ощущение того, что ты делаешь какое-то такое представление, еще таким можно примером предъявить. Лейбинс – человек, который был ископом в геноматическом анализе. Ну, конечно, у ископов вообще нет, но Лейбинс, Лейбинс, так сказать, формализовал многие вещи. Очень долгие годы в его работах производное произведение описалось вот так вот. Поскольку я выступаю перед студенческой и школьной аудиторией, я себе позволю написать неправильную формулу, хотя, как говорится, нельзя писать, запоминается как раз то, что неправильно. Лейбинс формально все это делал, он понятие производное, так сказать, по-своему вел и так далее. Ну, он исправил, правда. Человек все-таки он был ум, но он исправил эту формулу, он писал ее как вашу, как положено. Ньютер же человек геометрически по способу мышления. Вот Лейбинс, он и на лице, я там не проист, и даром он там одна из первых вычисленных машин, для современных зубов придунул. Вот. А Ньютер не он, по своей сути. Ну, тут Ньютер и самолет примерно такой же квадрат. Ну, прямоугольник, как бы в данном случае, со сторонами Куеве, но потом наращивал его ДТВ, вот такая квадратика зашлифована, она будет очень-очень маленькая. То есть я сейчас не буду давать свои подробности. Если вы превращение вот этого произведения распишите, то тогда, не буду время тратить, можно, если предпречь вот этой площадью произведения двух бесконечно малых величин, то форма производного произведения тут же выскакивает. То есть Ньютер – геометр, но Ньютер – скромный геометр. Он понимал, геометрия ему помогала делать великие открытия, но он понимал, что все-таки с чего-то вот геометрия, как мы говорим, там, смотри на рисунок – это не доказательство. Не поэтому, когда он писал свою работу, великую работу «Математические начала натуральной философии», он ни слова не упомянул о понятии «производные», там, ну, «флюксии», 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 то есть он из «производных» выводил все свои законы. Потому что о «производных» он геометрическим языком говорил, а тут он говорил «механики» – это строгая наука, а у меня нет, так он даже создал аппарата, аналитического. Но, однако, выдающийся ответил, вот он делал. Итак, по поводу доказательств. Вот сейчас я, в общем, о чём говорю о том, что наглядность должна быть, естественно, в возложении. Но, всё-таки, доказательства, безусловно, тоже должны быть. Потому что наглядность наглядности, и дискотектики, и прочее, может привести к ошибкам. Ну, вот скажем, к ошибкам, пятьюшку равенства. Единица равна один, минус один, минус один, и так далее. Ну, это опять сумма бесконечного числа 100 гамм, пускай это будет ряд, назовём. А теперь я правую часть по-другому буду группировать. Вот так. Ну, это известный пример безусловной математики. Я помню, кто-то избернули, вот, один из них кто-то писал, из-за того, на кончественной семье есть единицу, кто-то другой писал ноль здесь. Ну, то есть, практически, я в кавычках доказал, что одно равно единица. То есть, что интуиция? Одному интуиция подсказала единицу, другому интуиция. Это великие люди были, подсказала ноль. Так что интуиция тоже не всегда нам дает, так сказать, хороший вот такой, какой-то прогноз того, что будет, значит. Ну, а на самом деле, просто не существует, вот такая сумма. Сейчас мы это уже знаем. Вот. Они искали то, что не существует, как говорится, черная кошка в темной комнате, когда ее там видно есть. Вот. Ну, это наше. Так. По поводу доказательств очень хорошо в свое время в книжке «Апология математика». Математики, извините, «Апология математики», то есть защитная, практически, речь «Апология в пользу математики», Харфи вырослся следующим образом. «Апология математики», «Апология математика», 19-20-го, начало, первая половина, по-моему, 40-го какого-то, когда он сообщался, 900-е… Нет, не нарушает ли это теперь. Значит, он читал публичные лекции. Вот в Великобритании убежали в поле 19-го, 20-го, приходили дамы в шляпках, приходила публика различная и так далее. То есть на лекции по математике… Попробуйте, вот я сейчас наберу объявление. Граждане, я предлагаю всем послушать, что такое веном блюдо нас. Вот. Кто придет? Вот. А туда хотели, ломились. То есть публика была другая, не специальная публика, не обвиненное знание. И вот он говорил в этой книжке «Апология математики» вижу, что… Я всегда вот этой неподготовленной публике доказывал, что корень квадратный из двух является эракциональным существом стандартного лекции квадратного, и то, что множество правского числа бесконечно, лекарство эвклида, там, от противного тоже самое. Вот. Так что, почему он доказывал? Чтобы показать красоту математических мыслей. То есть математика еще обладает определенной эстетикой красотой. Интуиция хорошо, без него никак не пойдет. Но вот формальные доказательства бывают настолько красивыми, что… Как же вот публика не будет этого знать? Кстати, насчет красоты. Александр Яковлевич Хинчин, тоже известный, наверное, для многих математик, книжки по математическому анализу есть, которые у нас обслужены и так далее. Трижев Чуджина-Теоревича есть свой инкламитор, и, по-моему, это дело, вот, Хинчин, так вижу этого вот, люди, которые его знают, читают лекции по математическому анализу, доходят до формулы Никона-Лейбница, что интеграл определенную разность значений микрообразных, вот, и тут же останавливаются, и лекцию прекращают. На каком бы, на каком минуте лекции он не дошел до этой формулы, ну, я думаю, конечно, там, знал, что под конец, он лекцию прекращал, хоть там, пол лекции и так далее, объяснение, он студентам говорил, это настолько красивый результат человеческой мысли, что после него надо сделать паузу. Наслаждайтесь, до следующей лекции. Так что, вот, это относительный математик. Теперь пару слов о теоремах существования. Почему об этом? Ну, опять-таки, это мои предсоображения, что где-то часто говорят, не нужно. Ну, школьников вообще уж, что будет, я думаю, не услышишь таких, что нужно доказывать теорему существования математики. Ну, примеров масса, когда, скажем так, вот один из инженеров примеров, где-то 70-е годы, научно-исследовательский институт, занимается разработкой некоторых, там, систем управления, они описываются дифференциальными уравнениями, ну, а уравнение откуда уравнения, люди придумывают, модель была плохая. То есть, на самом деле, модель не была адекватна тому процессу, который они описывали. Это значит, что решения в этом уравнении, в данном случае, вот в их случае, просто не существовало. вычислительные машины, компьютеры, куча денег, проекты, там, и прочее, прочее, ищут приближённые решения, ищут, 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 то, что получают, получают, вроде процесс не объяснен. И потом, он случайно совершает, а математик, они не привлекают, инженеры исследователи. Математик посмотрел, и, ребята, чего вы там, кучу денег тратите, у вас решений вообще не существует. Меняйте свой модель. Так что, ну, это такая, очень близкость такая. Ну, а теперь уже такая сказка. Пример мою студентам. Я сейчас, как видите, очень последовал. Примеры есть в математике, то, что называется, высший. Ну, и связь его с элементарем, как вы пытаетесь немножко. Проследовательность. Задача найти предел последовательности, с учётом, что, ну, x-perm, давайте его упускать равно. Значит, найти предел последовательности x-er. Ну, что студенты будут делать? Они переходят к пределу и в частях этого равенства получают а равно а квадрат и, пожалуйста, ответ там либо а равно нулю, либо а равно. Почему там? Единица получается. Вот. Естественно, что не то, не то, не то. Студенты, конечно, там задумываются. Я думаю, и школьники, и студенты, и праждане. Они задумываются. Почему же так получается? В чём проблема? Вот с этим я сталкиваюсь постоянно. Отсутствует доказательство существования предела. В данном случае этот предел не существует, и поэтому вы вы ищите то, чего нет. Так же, как вот в предыдущем примере, ищите решение ограничения, которое не существует, и прочее, 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 прочее. Итак, рекуррентная последовательность, рекуррентная законная, это вот в камене предполагения очень часто. Дальше, вот с чем я ещё столкнулся. Первый курс. В вчерашней школе, где-то у меня осенний семестр, который только что начал. Мы изучаем ленину авгуру и тема приведения квадратичных форм к каноническому виду. Ну, вот вы представьте, скажем, пример я беру, x1 в квадрате, там, минус x1, x2, плюс x2 в квадрате, квадратическая форма, она используется, скажем, двух переменных филологических геометрий для описания, там, эрисов, паралл, и так далее. Надо её записать, перевести к какому-то виду ганда 1, y1 в квадрате, плюс ганда 2, y2 в квадрате. С помощью каких-то заметов, установки фиксиков через ик, как выражаете, и так далее. Я совершенно спокойно, но я уже неспокойно, я уже знал чего ожидать, просто вот этот пример я привожаю, потому что это встретилось мне вот только что. Это мне встречалось всю жизнь. Выделение полового квадрата, собственно, сам инструмент, которым надо работать с этой квадратичной формой. То есть, первый квадратный, друг с чем, вот, правильно, ребята, x квадрат плюс x плюс u, и выделяем полный квадрат. И, как обычно, и не было смещения вот этот осенний семестр, полная тишина в аудитории, пауза. Ну, я уже, естественно, ожидаю, что будет. Ну, мало того, что я ожидаю, я не могу сходу их этому научить. Вот тут, конечно, уже, хотя, ребята, хорошие вот эти были, я тратил время какое-то. Ну, кто-то, 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 кто-то. Я говорю, а как же формула этой квадратного уравнения? Да через дискоминант всех хоров. Я говорю, ну, это, конечно же. А как она получается, эта формула? Вот, значит, здесь тоже такая вот проблема. А задать вопрос, когда вот это уравнение имеет решение? То есть, вот я про существование продолжаю говорить. При категории по ИКУ решение существует. Вот такой бы вопрос и плохим задать, чтобы они выделили полный квадрат, вот, получили вот этот самый, там, дискоминант, то есть не ошибаюсь, что вот он неоприцательный. Да неплохо бы еще нарисовать на плоскости параметры по ИКУ. Вот для приложения это очень важно. Комплее не конкретно, они не решают приложение, а параметры по ИКУ, которые мы там моделируем, какой-то процесс, они нам неизвестны точно. Они же могут там плавать и так далее. Поэтому вот неплохо бы еще эту область рисовать. Опять, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь по практике у меня, вот, множество решения неравенства, все это школьникам доступно. Вот. То есть я, конечно, это проделываю, такие вещи, но вот это о пользе теорет существования. То есть их можно тоже вот повернуть сюда, не просто выводить формулы для дарни, а вот такой вопрос задать, при каких бы их не существует решения. Ну, здесь можно говорить очень много задач с параметрами, вот как, на мой взгляд, это самые полезные задачи. Я в своем время написал пособие, в своем это начало 2000-х годов, в котором я сначала работал за одном из вузов Ленинградского, взошлось тиражом 1000, потом 2000, потом каждый год переставалось. Ну, это тогда, когда еще не было ЕГЭ. Сейчас уже, конечно, оно не актуально. Но там как раз показывало, как не надо решать. Вот одно решение будет, чем другое, подходит или будет лечить. Что же там там неправильное? Вот, ну, к сожалению, сейчас я уже не знаю на суде, это все актуально. Еще существование. Невинный вопрос совершенно свою. По уравнению кубического уже. Ну, кубическое уравнение. Естественно, мы там не изучаем. в том, что, наверное, в школе. А и в школе плюс Б. Там еще какие-то есть, на более частные случаи. И это все, конечно, хорошо. Но уходит вот такая вот идейная вещь, что вот это на самом деле, это алгебра. Но на самом деле, это уже и математический анализ. Здесь вот когда такой вопрос я задаю, доказать, что решение существует. И можно на базах это объяснить. Потому что при больших х, берем х очень большое. Знак, знак этой первой части, будет знаком х3. Если х очень большой положительный, это вот один знак. А если х очень большой отрицательный, это будет другой знак. Функция непреремна. Здесь не надо противоперемна, что там предел какой-то и так далее. Здесь все понимают, студенты и школьники. Вот, поэтому вот, значит, первая соответствующая, пересечет х. Уходя там с плюс бесконечности и минус бесконечности, и наоборот. А это еще очень полезно. Это фактически уже мы доказали основному литерему алгебры. Вот таким образом. Ну, ведь не очень, так сказать, строгое, конечно. Но, правда, это еще одна степень это доказали. Вот. Дальше. Наблюдение по поводу синус и х. Тригономерные. Что больше всего не любят наши там первокурсники, и не только первокурсники, и более старшие. Ну, это вы все прекрасно знаете лучше меня. Что не любят они тригонометрию, и не любят они логарифмы. Я тоже любил случай. Я тоже это, наверное, любил. Это все вполне естественно. Я еще думаю, почему. Ну, некоторые моменты есть. Вот у Феликса Клейна книжки, которую я уже сегодня называл, я там не совсем согласен, поэтому я не могу говорить, как он говорит, как надо об этом говорить, чтобы любили все-таки. Вот. Ну, я сейчас не собираюсь, так сказать, о методике и так далее, и говорить о чем-то. Ну, вот функция синус и х. Такой вопрос я задаю. Ребята, какие периодические функции вы знаете? Вот что от функции синус и х нужно при изучении, вот, курса математического анализа, ну, высшей математики, скажем? Периодичность. Это, наверное, самое главное. То, что синус там какого-то угла чему-то равен, это бог с ним. То, что там синус сумма там чему-то равен, это тоже, конечно, хорошо, но это не самое главное. Синусы и х – это те кирпичики, из которых строится большая часть математического анализа, связанная с цветами Фурьер. Этой Фурьер – это такого типа суммы, константа, а первая – синус и х, а первая, скажем, косинус и х, ну, и дальше увеличивается аргумент, на которой вы можете там два-три и так далее. Это два – косинус, два – х и так далее. Реде-фу-е – я могу объяснить студентам на пальцах, для чего они и откуда они взялись, там, задачи, трудноводности и прочее, прочее. И вот то, как на синус. То есть от синуса, ну, для меня, скажем, я введу соответствующего этого занятия, периодичность нужна, так же, как и от косинуса, а не то, что там очень, да, при каких-то многочисленных средних формах. Кстати, о многочисленных формах. Я все время дрожусь студентам, но вот не хватает времени, что, ребята, в течение одного часа я вас научу тригонометрию полностью. Может, я, конечно, излишне, так сказать, беру из себя то, что я не выбрал, поскольку я его еще не делал. Но для себя я это делал, так сказать, в тяжих кабинетах. Так нас учила Евгения Аминьевна Фомыкова. Она запрещала учить формулы наизусть по тригонометрии в школе. Каждое занятие, когда проходили тригонометрии, мы выводили ту или иную формулу. Причем выводили с самого начала. Дается 15-минутная работа. Получите там формулу, скажем, с синус альфа, на синус пэта произведите там вот эту сумму. Я не помню эту формулу, мне там дайте минуту, я буду ее вывести. Значит, что бы я хотел бы рассказать, что детям выступала на возможности. Самое главное формула, как вот меня учили, с чем я согласен, учили многие вещам, с которыми я не согласен. Это формула космос разности. Я не буду сейчас ее расписывать, чтобы вредник. Эта формула выводится, используя одно из важнейших математических понятий и вариантов. Неподробные выводы. Кружность единичного радиуса. Вот эти два радиуса мы проводим с нуля. Вот, скажем, угол альфа, вот угол бета, альфа минус бета между ними, вот этот уголочек. И вот отрезок АВ. Мы задаем координаты точек А и В. Вот в этой системе координат. Вот у нас там Х, вот у нас У. Задаем координаты и находим длину отрезка АВ. Координаты как раз будут выражаться через космические синусы по определению. Длина отрезка АВ. Ну, пускай там же в квадрате, чтобы не писать. Ну, давайте, чтобы все-таки от корни еще не написать. Значит, это вот такое. Теперь мы делаем преобразование. Наверное, вы все это знаете, ну, просто вот я сталкиваюсь с этим студентом, это первоклассники и так далее не знают, о чем я и говорю. Делаем сплавную систему. Там, скажем, у нас будет х штрих, у штрих. Новые оси координат. И то же самое расстояние, уже кончики АВ в новой системе будут иметь другие координаты, оно будет выражаться по-другому. При равном правой части этих выражений, этих равенств, ну, в квадратах, некоторые преобразования и прочее, прочее. Инвариант длина отрезка при преобразовании поворота и параллельного переноса плоскости не меняются. Вот из-за этого, так сказать, и физический мир наш существует и так далее. Если бы мы по-разному, так сказать, изменяли одну и ту же причину и получали бы разные ответы, то физика бы развалилась полностью. То есть вот здесь, на этом простом примере можно много о чем поговорить. и о физике, о мироздании и так далее. О том, какая математика, ну, как она это отражается. Есть еще один? А, все, да? Ну, я единственное, что... Сейчас буду заканчивать, держать. Последняя часть была бы, но я буду заканчивать. Она, то есть последняя часть моего выступления, но и на то, что можно из очень простых вещей много что брать с простых форм и так далее. Никита, просто вам советую. Вот возьмите линейную функцию, это геометрия с одной стороны. Можно там что-то менять в правой части, говорить о прямых и так далее на плоскости. Это математический анализ, где можно сразу же сказать, что для чего будет нужна производная? А для того, чтобы не линейный мир превращать приближённый в линейный, мы кроме линейных вещей ничего считать-то толком и не умеем. И исследовать и проще. То есть, сразу математический анализ, превращение функций, то есть константное превращение аргументов, например, бесконечного алгоритма, вот вам линейная функция тут. Это алгебра линейная, линейное уравнение и прочее, прочее. Это динамические системы, когда если f от x это есть x, и мы можем брать генерации, то есть f от f от x и смотреть, как ведут себя на рябторе. Динамические системы – один из главных разделов современной математики, где линейный Филдс сейчас включается и так далее. То есть, вот из этого уравнения 8, можно по математике, из этого равенства точнее, по математике сразу слагать. То есть, заканчиваю призывом, что надо смотреть на простые вещи, но глубже, а не забивать головы там многочисленными формами. Ну, это я говорю как человек, которому не надо готовить выпускников. Спасибо.